КОРОЛЕВСКАЯ БИТВА Кто-то с таким незамысловатым концептом пытается урвать каждый, потому что жанр популярен. И вот клёвая студия Respawn Entertainment, делающая клёвые, но, к сожалению, едва ли окупающиеся шутеры под брендом Titanfall, без объявления войны и без предварительных хедзапов выкатила полноценный, доделанный Battle Royale AAA уровня, минуя всякие ранние доступы и даже бета-тесты. Встречайте, Apex Legends, он же просто орех. Формально он является шутером во вселенной Titanfall, но без тех самых огромных боевых человекоподобных титанов. Что, в принципе, понятно. Я до сих пор не представляю, как можно сбалансировать в формате Королевской Битвы крупную боевую технику. Батлавон собирается туда танки интегрировать. Ну, удачи вам с этой хернёй, братаны. Мне самому интересно, что из этого выйдет. Орех унаследовал физику стрельбы Titanfall, управление, арсенал оружия и экшон. Но лишь отчасти. Не ждите вот этих вот трёх фрагов за один подкат, беготни по стенам а-ля Принц Перси и дабл-трипл джампов. Всё же формату Королевской Битвы нужен тайм-ту-килл повыше, а уровень безумия пониже, чем сессионным дезматчем с Возрождениями. Но среди батл-роялей здесь самый чумовой экшон. Гарта мизерная в сравнении с большей частью локации PUBG и маленькая в сравнении с форточкой и затмением. Зато задизайнена она очень здорово. Локации разнообразны, укрытие и тьма, вертикальность радует, Повсюду натянуты всевозможные тросы, позволяющие шустро перемещаться в тыл к противнику или просто вертикально вверх. Воздушные шары вполне успешно заменяют транспорт. Тачек тут, как вы поняли, нет, но они и не нужны, учитывая спрессованность окружения. Она же, кстати, обеспечивает крайне высокий темп игры. Вот поднимите, например, руку тех, кого бесят затянутые приземления с парашютом. Знаете, как выглядит идеальный для Королевской Битвы парашют? Вот так. Да, именно так. Бум! Все! В конце концов, видите вот этот мост на высоте 4 метра? Полсекунды паркура и вы наверху. Удобно! Это слово, которое, судя по всему, знакомо студии Респаун Интертеймент, в отличие от их коллег из Stray Arc. Основная претензия к колдовскому затмению, помимо того, что оно довольно быстро наскучило, заключается в интерфейсе. Разработчики хотели сделать Королевскую Битву, но такое ощущение, что на своих успешных конкурентов даже не смотрели. Респаун смотрела, анализировала, делала выводы и, чтоб я провалился, выдала самый удобный батл рояль эвер. В него бесконечно приятно играть, во многом благодаря тому, что единственное, о чем игроку приходится париться, убийство врагов. Все сопутствующие активности буквально протекают сами собой. Все подбираемые обвесы автоматически ставятся на имеющуюся пушку, все обвесы из инвентаря автоматически ставятся на подбираемую пушку. После приземления ты просто врубаешь режим пылесоса и впитываешь все, что влезает в рюкзак, а когда бак заполнен, сбрасываешь ненужное. Оп, как удобно, ненужное помечается соответствующим символом. Благодаря этому символу и на облутывание трупов тратится по полторы секунды, а все налутанное, опять же, сразу само распределяется куда надо. Почти все предметы в игре делятся по уровню, то есть по цвету. И прелесть в том, что более слабый шмот не поднимется, если у тебя уже есть такая же штуковина уровнем повыше. Таких оргазмов от одного лишь интерфейса ни в одной королевской битве я лично еще не ловил. Хотя, казалось бы, почему такой менеджмент лута не реализован вообще везде? Еще одна фича, о которой я даже не задумывался никогда, совместная высадка в начале игры. В Орехе полетом всех тиммейтов управляет один человек, определяющийся рандомно. Вроде бы такая мелочь, зато она исключает ситуации, когда сквад рассеивается по локации кто куда и мгновенно умирает поодиночке из-за нескоординированности команды. И опять же, у тебя есть возможность в любой момент отсосаться от кластера десантников и в последний момент, например, свернуть в соседний домик, чтобы не лутать всем вместе одну комнату 4х4. Пацаны, вижу людей на 281. Вот это вот армовское спортивное ориентирование на местности можно забывать как страшный сон. Да, тут враги реально есть. Где, где? Нажми на F. Все, понял. Нашел ствол, который может пригодиться тиммейту, нажал одну кнопку и он у него подсветился. Не просто на миникарте, а прямо в интерфейсе. Если он наведет на него прицел, то даже увидит конкретную информацию о том, что это такое. Я не говорю, что все из перечисленного за последние минуты это откровение, инновация, никогда такого не видели. Надо понимать, что все это стоит оценивать в разрезе жанра. И вот королевская битва-то еще никогда не была настолько удобной и тактильно приятной. И здесь есть все это разом. А в Орехе вся вот эта кооперативная эргономика важна как никогда раньше. Хотя бы по той причине, что данный батл-рояль целиком и полностью командный. В матче участвует 60 человек. И это именно 20 сквадов по 3 человека. Не по 2, не соло, именно по 3 в команде. Даже если вы попытаетесь зайти в игру без пати, матчмейкинг вам ее подберет. И причина тому — легенды. Этот батл-рояль оказался героическим. Тут есть герои. Каждый со своими умениями. Причем чаще всего полезными для команды, а не только для себя любимого. Охотник, просвечивающий рентгеном стены. Ультимативный хиллер, способный как лечить, так и выставлять щит, поднимая раненого тиммейта. И даже вызывать лут-крейты со шмотом в выбранную точку. Робот по имени Чаппи, устанавливающий зиплайны для всей команды и сканирующий карту, выясняя, где в следующий раз сойдется зона. Танки, способные пускать дымы, ставить защитные куполы, да и вообще вызывать авиаудары, на минуту превращая Apex в маленький филиал батлы. Игра задизайнена и сбалансирована именно с прицелом на то, что ты наберешь себе команду из персонажей с необходимыми способностями, а не одиноким сычом будешь бегать по карте. Поэтому и сольного режима сюда не завезли, имейте это в виду. Более того, Apex предполагает, что в строю всегда по три человека, сводя к минимуму шансы того, что под конец матча ты останешься единственным уцелевшим членом команды. Дело в том, что даже если тебя повалили, а потом и добили окончательно, игра не заканчивается. Союзник может подобрать с твоего трупа Тамагочи, добежать до ближайшего маяка Возрождения, ими карта просто утыкана, и вызвать тебя обратно в бой. Спустя 15 секунд вас снова трое, и вы снова можете сражаться с другими командами в равных условиях. Ну, почти равных. Воскрешенный боец голый абсолютно, и ему необходимо в темпе искать пушки со шмотом. Но сам факт того, что даже после смерти ты можешь вернуться в бой, это великолепно. Один из самых вымораживающих аспектов жанра — этап, когда ты из-за какой-то мимолетной глупости умираешь после всего, что тебе пришлось пройти в этой сессии, и сидишь скучаешь, наблюдая за выжившими членами отряда. Студия Respawn попыталась вырезать из своей игры всю хрустрирующую херню, которой славятся королевские битвы. Смерть — не приговор, приземление молниеносное, никакого унылого тупника в предсессионной загрузочной локации на протяжении минуты. Если ты нашел крутой шлем или броню, они навсегда останутся у тебя, не словят перманентный фубар от снайпера с коряком. Их заряд расходуется от входящего урона, но его можно восстановить фласками. От падения с высоты здоровье не теряется, хотя вот это вот довольно спорное решение, как по мне, чуть ли не единственное из спорных. Но на динамике сражения оно однозначно сказывается положительно. И конкурсы интересные. И пацаны сверху у вас. Упал с небес прям. И еще один сзади летит. Хилиться можно на ходу, на улиточной скорости передвижения, но все же. Если тебя повалили, ты можешь активировать фронтальный щит, чтобы избежать мгновенного добивающего залпа за полкилометра. Противнику придется либо долго его колупать, либо спринтить вплотную, чтобы исполнить добивание в духе фарона. Из недостатков я с уверенностью выделю главный. Отсутствие функции реконекта. Учитывая, что полные катки тут занимают по 20-25 минут, неплохо было бы иметь возможность переподключиться к скваду в случае непреднамеренного вылета с лэш-дисконнекта. И второстепенный недостаток — крайняя лаконичность интерфейса. На первых порах очень сложно сориентироваться, из чего ты хочешь стрелять, какие спецобвесы делают что и цепляются куда. Через N часов эта претензия уже теряет свою актуальность. Со временем игрок все постигает и запоминает и так. Но новички, я гарантирую, не отказались бы от более детального описания оружия и лута. Типа тех же характеристик стволов, урон, скорострельность, вот это вот все. Зато тут в режиме тренировки доступно стрельбище, где можно опробовать весь арсенал. Получаем мы в конечном счете максимально динамичный, максимально далекий от унылого реализма батл-рояль. Стрелять тут комфортно, приятно и драйвово, как и ни в одной другой королевской битве. Карта пусть и маленькая, зато насыщенная, как визуально, так и ландшафтно. Никаких пустых полей на 4 гектара, вместо этого перепады высот и куча построек разной степени монструозности. Выполнено все на ААА уровне, чтоб вы понимали, никаким ранним доступом тут не пахнет. Это готовая, полностью рабочая и доделанная игра. И все это реализовано, как говорится, от людей для людей. Разработчики прекрасно понимали, каким должен быть казуальный батл-рояль, и выжали из этого концепта все, что физически возможно было выжать. И вишенка на торте — это фри-то-плей. Фри-то-плей уровня ААА, за который, я считаю, на самом деле можно было и деньги брать. Если и не 60 батчей, то Half Price, как за PUBG, вполне. Но Electronic Arts явно решила попытаться отмудохать Fortnite на ее же поле. А это нынче возможно только если распространять батл-рояль бесплатно. Резонный вопрос — чё там по донату? Я бы с радостью сказал, что за него доступна лишь косметика, но пара героев из стартового пула изначально заблокирована. И я очень удивлюсь, если пострелизные персонажи будут доступны сразу. Не будут, чё смеяться. Но в любом случае, на героев можно надрочить валюты, вместо того, чтобы заносить рубли. Бесит чутка, конечно, однако впечатление от самой игры это не портит вообще ни разу. Так или иначе, геймплейных преимуществ донат не дает. Никакой закадровой прокачки в Орехе нет. Итого, респауном мое глубочайшее уважение, Apex Legends вообще заебись. Но такой оценки у нас не предусмотрено, так что пусть будет изумительно. Всё сказал. До встречи на StopGameru. Покедова. Субтитры сделал DimaTorzok